Я просто хочу такую небольшую подводочку. Вся эта кампания, которая ведется, она ведется для того, чтобы помочь, на мой взгляд, с одной стороны, общественности, да, принять вот эту инициативу, и второе, это помочь депутатскому корпусу проголосовать за проект ЗАГО. Я также вот абсолютно точно ознакомилась с данным законопроектом и не буду повторять, вот Тенгиз сейчас очень четко сказал, абсолютно не верю в мультиплицативный эффект данного законопроекта, он нам ничего не принесет, кроме риска. Сейчас немного скажу о рисках, и вот как раз Ахра тоже об этом говорил, и этот закон, правда, нам принесет риски, а именно, какие риски, да, вот с точки зрения, я бы на первом этапе, для того, чтобы понимать и вообще проводить какие-то такие законы, связанные с продажей, недвижимость жилого, нежилого имущества, и совершенно прав Тенгиз, это вопрос не столько недвижимого имущества, сколько вопрос земли, а вопрос земли у нас запрещен законом, продавать категорически землю мы не можем, да, у нас запрет на продажу земли. И вот последнее, что у нас остается, это наша земля, у нас есть горький опыт Пицунды, да, вот сейчас молодой здесь сидят представители Харах Пицунда, мы уже имеем факты, где мы просто манипулируем нашими, зачем манипулируем, незаконными, конституция, просто уже игнорируем ее полностью. Ну, я сейчас как бы ушла немножко далеко от ситуации, но просто хочу сказать, я не вижу в этом законе никакого мультипликативного эффекта, на данном этапе я бы просто в нашем стране, вот я уже как-то говорила, надо предложить провести перепись населения, полностью перепись населения, чтобы понимать, какое количество людей живет на территории Абхазии, потому что здесь риски, какие риски, риски вот нашей титульной нации, потому что мы не многочисленный народ, это пойдет у нас, как бы, мы всегда старались, наш абхазский народ старался обезопасить себя с точки зрения того, чтобы вот, ну как бы, ну могли проживать, развиваться, что-то делать для нашей страны. А если мы начнем таким образом, ну, вот энергетики вопрос продажи, перебить дачу пицунды, пожалуйста, апартаменты, пожалуйста, то я хочу сказать, что завтра нашей нации, как титульной нации, грозит большие, как бы, будут риски у нас. Ну, я бы сейчас немножко тоже сказала бы следующее, знаете, вот данная встреча, которая произошла в администрации президента, мне хочется спросить, вот, знаете, как, а судей кто, да, а люди, которые там сидели, принимали решения, они кто? Вы меня простите, а кто вы такие? Я тогда хочу сказать, это вообще представители, извините, я, наверное, где-то в средствах, там вот в фейсбуке я прочитала, высадился московский десант у нас такой, диаспоральный, высадился он у нас здесь, чтобы принимать решения? А у народа Абхазии вообще спросили? Слушайте, вы что предлагаете Абхазскому народу изначально? Я просто, меня вообще это возмущает. Что предлагает президент? Слушайте, я прошу прощения, я вам приведу людям, вот присутствующим, все представители московской диаспоры. Меня возмущает, когда Беслан Агарба сказал, его не коробит передача пицунды. Меня возмущает, когда Мусаик Зеков говорит о том, что он не в виде политической подоглеки. Друзья, тогда вы вообще ничего не видите. Я хочу процитировать фразу, просто передам смысл, ту, которую говорит Владимир Владимирович Путин, который у них, я думаю, просто авторитет беспрекословный, да? А он говорит, что люди, которые не живут, зарабатывают деньги в России, а имущество и деньги хранят в другой стране, значит, интерес у них где? Там, где они хранят свое имущество и свои деньги. И конечная его фраза, такие люди представляют для нас опасность. Так я вот хочу сказать, в основном, в своем большинстве, люди, которые сидели в администрации президента, это для нас люди представляющие опасность. Слушайте, написать программу 25 шагов развития Абхазии, это еще, я извиняюсь, не делать такой большой переворот в Абхазии. Я хочу сказать, друзья, я правда хочу обратиться к народу. И президент в первую очередь для обсуждения вот таких законопроектов, вот таких, как он сказал своему главе, бумага бывает туалетная, можно закон такой на туалетной бумаге написать, надо обращаться к народу и спрашивать у народа, и какие риски для нашего народа. Вы решили сегодня продать все, уважаемый Аслан Георгиевич. Я хочу сказать следующее. Знаете как, вот сегодня эти все, вот то, что предстоит парламенту принимать, я хочу обратиться в первую очередь к парламенту как к бывшему депутату. Не смейте этого делать. Я как-то уже один раз говорила, вы будете предателями. Я это еще раз скажу, они будут предателями. Я хочу поддержать и хочу обратиться к народу. Поддержите Вианура Ашова. А знаете почему? Потому что он говорит правду. Он обращается к народу и уже пришло время, когда уже невозможно игнорировать то, что делает эта власть. Невозможно. Я как-то, вы помните, когда они приняли 56 миллионов, когда мне кляли, что я выступила против героя Абхазии. А сегодня герой Абхазии, министр МВД прислал людей. Тогда я хочу министра МВД спросить, а ты какое имеешь право? Ему было 19 лет, когда началась война. В таком случае он должен был находиться здесь. Он был призывного возраста. Слушайте, друзья, вот это вот эти всякие игры вообще со своим собственным народом, как Англак сказал, мы злые, мы злимся или мы будем злыми. Я хочу ему напомнить 27 мая 2014 года, когда разозлился народ. Я хочу им напомнить, что такое бывает в истории. И такое в нашей истории уже было не единожды. Я хотел бы, чтобы они не злили свой собственный народ. Уважайте и любите его.